Каждая третья многоэтажка не готова к отопительному сезону. Пугающую статистику опубликовал Акимат района имени Казыбекби. Во втором районе города ситуация чуть лучше – каждый десятый дом. Однако, если жители не поторопятся, с началом холодов их не подключат к теплу. Почему такая ситуация и какую роль в ней сыграла лопнувшая реформа перехода КСК на ОСИ, выясняла Людмила Батюшкина. В Казыбекбийском районе 30% домов не получили акты стопроцентной готовности. В районе Алихана-Букийхана почти 10%. Однако, далеко не все жители интересуются подготовкой своего дома к холодам. Я вообще по жизни не переживаю. Что переживать, мотать нервы себе, если мы… Система, система никак невозможна. Но я думаю, что все справится. Убрали КСК, там сейчас придумали, что-то, кажется, старшие дома, вот это. Поэтому, наверное, жильцы сами в чем-то в какой-то части виноваты. Ну, просто, наверное, люди спят пока, до последнего ждут, а потом начинают это… Не знаю. Внимание, конечно, это… Им заранее надо все готовить. Но не каждый может много людей, пенсионеров, вот сидят, ждут, кто бы помог, кто-то сделал. Государству абсолютно плевать, что происходит. Вот рядом улица стоят двух-трехэтажные дома. Как эти дома вообще готовы к проживанию, когда они на металлических стяжках стоят? Там в любой момент они завалятся, и люди погибнут. У нас дети учатся с вами, у нас дети учатся, ходят в садики, в постройки, которые должны были сноситься в 86-м году. Но в связи с перестройкой об этом все забыли. Хотя это все аварийно-опасные здания. Они были забракованы еще в 84-м году. Это такое… Ну, я сам просто строитель с большим стажем. Пока не интересовались, подключили или нет. Вы сколько переживаете? У меня нет, надо с ними переживать, а другом голова занята. У меня двое маленьких детей. Наступит 1 октября, и чего? Посмотрим, поживем, увидим. Да подключат. Обычно подключают. Жеки и жрепы канули в лету, но жители и сейчас считают, что кто-то должен обслуживать дома. С тех пор, как они приватизированы, собственность жильцов – это не только квартира, но и общая лестница, двор, коммуникации в подвале, крыша. Их тоже нужно содержать за счет жильцов. Население, как с постсоветского пространства, привыкли к ежедневенческому отношению. Куда вы денетесь, все равно подключите. Согласно правилам пользования тепловой энергии, они должны подготовить дома к отопительному сезону. В случае, если они будут готовы, определенные сроки ставят, то будут приняты меры от отключения от центрального типа сожжения с видимым разрывом, чтобы активизировать эту работу, как бы удоражить. 20 лет Казахстан привыкал жить с КСК. Кооперативы собственников квартир тоже воспринимались как сторонние организации, хотя на самом деле это были объединения жильцов. Но они готовили дома к зиме. Потом правительство обязало КСК закрыть, а создать ОСИ и ПТ. Правила менялись несколько раз. До 15 мая законом предписывалось закрыть все КСК. Но после этой даты дали отбой. Народ к этому не готов, общество к этому не готово. Всегда ставят почему-то телегу впереди лошади. Сказали, что да, можно ставить КСК, но в тот период времени, когда вот эта реформа шла, то есть за полтора года, многие КСК успели закрыться, успели ликвидироваться. Успели ликвидироваться. Даже говорили о том, что если не закроетесь своевременно, будут, соответственно, штрафы. И, соответственно, многие дома, многоэтажные жилые дома, остались без органов управления. И, соответственно, сейчас перед сезоном, отопительным сезоном возникают соответствующие проблемы. Старое сломали, новое не создали. Жильцы многих домов остались один на один с проблемами. До сих пор часто в доме нет людей, готовых взвалить на себя заботы о многоэтажном доме и владеющих навыками управления им. Даже там, где КСК не успели закрыть, им предписано открывать отдельный счет на каждый дом. В результате городам грозит паника, когда отопительный сезон начнется, а дома останутся без отопления. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.